МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Тепло в дома и уют во дворы. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как готовится город к предстоящему отопительному сезону. И поправить здоровье и отдохнуть на мехзаводе благоустроили детскую площадку рядом с обновленной поликлиникой. На бесплатные лекарства и лечебное питание для льготников направят еще более полутора миллиардов рублей. Подробности в новостях экономики. Тепло и уют в каждый самарский дом. В областном центре продолжаются масштабные работы по модернизации теплосетей. К началу отопительного сезона в Самаре должны обновить теплотрассы на 58 объектах. Как идут работы на участках вблизи учреждений социальной сферы, сегодня проверила глава города Елена Лапушкина совместно с сотрудниками профильного департамента и представителями подрядных организаций. Подробности в репортаже Ольги Павловой. До наступления осенне-зимнего сезона остается не так много времени, а потому подрядчики трудятся в усиленном режиме. Перед ними стоит задача не только переложить более 30 километров труб теплоснабжения, но и по возможности не затронуть территории, которые были благоустроены до перевооружения. Такие масштабные работы по перекладке теплотрасс в Самаре проводятся впервые за долгое время. В заявленные сроки специалисты укладываются. Основную часть работ удастся выполнить к первому сентября. Да, я понимаю, что для Самары, конечно, такой объем перекладок – это очень значительно. Чем больше мы будем перекладывать за летний сезон, тем спокойнее мы будем дальше с вами жить в зимний период времени. В первую очередь подключать к теплу начнут объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы. Работа по перекладке теплотрасс, вблизи которых находятся эти учреждения, под особым вниманием и контролем со стороны главы города. К примеру, на улице Клинической модернизация теплосетей идет у общеобразовательной школы, чтобы 1 сентября дети смогли зайти в здание с центрального входа и чувствовать себя в безопасности, завершить работу на этом объекте, подрядчики планируют до начала нового учебного года. Уже раскопали, уже ведем там работы, основания подготовлены, вяжем арматуру, готовимся принимать бетон. Я думаю, что, наверное, к концу недели начнется лучше начать обливать. По такой же схеме теплосети обновляют по улицам Старозагора, Карбышево, проспекту Ленина и Огибалова. Это также те участки, вблизи которых находятся социальные учреждения, и подача тепла в них – первоочередная задача. Всего к началу отопительного сезона в городе должны модернизировать теплотрассы на 58 объектах. 11 объектов завершено. Сроки по другим – это где-то сейчас у нас получается 20-28 августа, но и по 8 объектам мы уходим на 15 сентября. Но это уже с благоустройством. В администрации города просят жители Самары отнестись к работам по перевооружению теплосетей с пониманием временное отключение горячего водоснабжения, а также ограничение движения транспорта – вынужденная мера, для того, чтобы в будущем тепло поступило в каждый самарский дом. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. На улице Огибалова в связи с перекладкой трасс ограничили движение. Как минимум до воскресенья нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Рабочей. Общественный транспорт изменил схему движения. Троллейбусы пустили по укороченному маршруту. Не даже до вокзала, а до губернского рынка. Автобусы едут в объезд. Самарцев просят заранее выбирать маршруты. Природное и духовное начало. В Самаре в разгаре обновление сквера памяти борцов революции и сада баланса. Готовность объекта – 75%. Сейчас рабочие занимаются озеленением территории. Ход работ находится на контроле Елены Лапушкиной. Слово мэрии Елчан. Зеленый оазис из редких растений. Новая территория, которая сочетает природное и духовное начало сад баланса. Такое пространство, созданное в сочетании естественного ландшафта с арт-кластером. Первое в Самаре, говорят авторы проекта. Это, по сути, сад, который развивается. И лет через 5-10 он приобретет такие черты действительно природного ландшафта. Во многом в нем заложена идея саморазвития. Реализация концепции благоустройства стала возможной благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Ход работ находится на личном контроле Елены Лапушкиной. Глава Самары выехала на место стройки и оценила степень готовности объекта. Это совсем новый подход к благоустройству территории. Здесь применены совсем другие материалы. Здесь заложены совсем другие идеи. Это не просто развлекательная площадка, это не просто прогулочная площадка. Это площадка со своими самарскими смыслами, которая очень многим людям наверняка будет понятна и принята. Еще одна часть благоустраиваемой зоны – сквер памяти борцам революции. Обелиск здесь остался неизменным, но территория рядом преобразилась. Газоны оснастили системой автополива, по периметру установили новые точки освещения и уложили тротуарные плиты, которые впервые применили в крупном формате. Поверхность плитки обеспечивает противоскольжение. Здесь также есть совершенно необычные лестницы, совмещенные с пандусами. Причем пандус проходит как бы в теле лестницы. Такого тоже еще пока не было. Я уже тоже много сделал объектов подобного типа. Работы уже закончили на 75%. Прогуляться по обновленной территории горожане смогут в начале осени. Мэри Илчан, Василий Кладошов, Константин Головин. События. Комплексное преображение территории. В Самаре на мехзаводе открыли благоустроенную площадку рядом с поликлиникой, в здании которой провели капитальный ремонт. Что делать, чтобы изменения произошли и в вашем дворе, расскажет Мария Левина. Жители мехзавода принимают фактически новая современная поликлиника. Ее открыли после ремонта в апреле. Здание пустовало около 30 лет, в то время как медики ютились в полуподвальном помещении. Несколько лет назад выделили средства на капитальный ремонт и началось преображение. Затронуло оно не только здание, но и территорию вокруг. Рядом появилась благоустроенная детская площадка, где малыши могут подождать свою очередь к специалисту или, например, отвлечься после прививки. Изменения стали возможны благодаря нацпроекту здравоохранения и губернаторскому проекту «Содействие». Каждый шаг по этой детской площадке согласовывался с жителями окрестных домов, с нами. Здесь в результате мы получили вот такое замечательное место, такое комплексное освоение территории. Хорошая площадка, деткам нравится. Если будем мимо ехать, обязательно зайдем. Помимо ремонта поликлиники и обустройства детской площадки, здесь также позаботились и о парковочных местах. Это нравится людям, это делает место проживания более комфортным, удобным и приятным для жителей. Поэтому это очень важная работа, и она делается в плановом порядке и приветствуется всеми проживающими в микрорайонах. При благоустройстве учитывались предложения жителей микрорайона. Напомним, преобразить свой двор может любой желающий. Для этого в Самаре действует сразу несколько программ. Помимо проекта «Содействие» есть программа формирования комфортной городской среды в составе нацпроекта «Жилье и городская среда», а также городская программа «Конструктор двора». Подробнее можно узнать, обратившись в районную администрацию. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Прозрачность, открытость и легитимность. В Самаре прошел круглый стол на тему информационные взаимодействия по вопросам общественного наблюдения за выборами. Представители штаба обсудили порядок аккредитации СМИ на голосовании, а также права и обязанности журналистов на избирательных участках. Подробнее расскажет мэрия Елчан. Журналисты внесут вклад в обеспечение открытости выборов. Об этом говорили во время заседаний круглого стола общественного штаба независимого наблюдения. На повестке аккредитация СМИ и информационное взаимодействие. Все три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября этого года – журналисты могут присутствовать на участках, знакомиться с протоколами, получать их копии, а также вести фото и видеосъемку, заранее предупредив председателя и секретаря комиссии. Если же права журналистов нарушаются, например, члены УИК не разрешают фотографировать или просят покинуть помещение для голосования, нужно зафиксировать нарушение на камеру или диктофон. Информирование со стороны СМИ должно отвечать трем основным принципам – быть достоверным, объективным и не нарушать равенство кандидатов. Журналисты призваны только лишь подать объективную информацию, чтобы у населения, в широком смысле содержание этого термина «население» была информация точная, объективная, без какого-либо искажения действительности. Придя на участок, журналист должен подойти к председателю УИК или его заместителю, чтобы предъявить аккредитацию, а также паспорт или редакционное удостоверение. Оригиналы мы показываем из своих рук, для того, чтобы избежать ситуации, когда документы ваши забирают и уносят на какую-то долгую проверку, но это опять же из опыта. Из своего опыта могу добавить, что лучше, конечно, при себе иметь копии этих документов на всякий случай, потому что копии могут запросить. Ранее в регионе прошла серия обучающих семинаров для наблюдателей. Им рассказали о правовой основе деятельности, о правах, обязанностях, а также о том, куда они могут обратиться в случае обнаружения нарушений. В Самарской области подготовились свыше 5000 наблюдателей. За 4 месяца работы штаба провели порядка 70 мероприятий. В августе будут сформированы мобильные группы, задачей которых будет являться оперативное реагирование на поступающие от наблюдателей и граждан запросы, выезды на избирательные участки для разрешения конфликтной ситуации. Очередным шагом по пути защиты избирательных прав граждан также станет работа с 19 августа пункта общественной горячей линии связи с избирательными на площадке Нотариальный палат Самарской области. На базе общественного штаба независимого наблюдения создали специальную группу по работе с фейками. Только за июль в России их было зафиксировано порядка 3000. Избежать искаженной информации поможет только прозрачность предвыборной кампании, уверены эксперты. У нас все-таки мы, фейки, понимаем, что возникают из-за информационного вакуума. И мы понимаем, что нам необходимо вот это доступное объяснение. И, конечно, без здорового скепсиса я считаю, что здесь мы не обойдемся. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Мэри Илчан, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. С октября будет сложнее получить потребительские кредиты. Какие ограничения вводит Центробанк? Регулятор введет коэффициенты риска. О них расскажу сразу после информации о возвращении денег пенсионерам. Со следующего года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить россиянам средства, которые незаконно перевели в другие страховые компании. В частности, предлагается восстанавливать сумму инвестиционного дохода, который изъяли при досрочном переходе. Сейчас это можно сделать по решению суда, но иногда происходят отказы. Законопроект Госдума может рассмотреть и принять осенью. По словам главы Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, на досрочных переходах россияне потеряли миллиарды рублей. Деньги у людей пропадают из-за различных мошеннических схем. При этом сами фонды остаются в прибыли, пояснил парламентарий. Центробанк с октября вводит новые ограничения по выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по займам, которые выдают уже закредитованным клиентам. Меры должны остановить увеличение долговой нагрузки клиентов. Рост коэффициентов риска приведет к ужесточению требований к запасу капитала. Правительство Самарской области утвердило новый региональный стандарт расчета стоимости услуг ЖКХ. Для каждого населенного пункта действует свой норматив. В Самаре величина стандарта для семьи из трех человек составляет 2737 рублей. Для семьи из двух человек – 3010 рублей. И для одинокопроживающих граждан – 4016 рублей. Этот стандарт необходим для выделения субсидий на оплату коммуналки. Если расходы на коммунальные услуги превышают максимально допустимую величину в совокупном доходе семьи, то гражданам оказывают меры поддержки. Стандарт изменили, так как с 1 июля выросли тарифы на оплату ЖКХ. Сегодня субсидии на оплату жилья получают 36 тысяч семей региона. На эти цели выделяют более миллиарда рублей. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий направят еще более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам-чернобыльцам. Лекарства и медицинские изделия определяются индивидуально для каждого гражданина, но в месяц льготники могут получить бесплатные медикаменты на сумму 929 рублей на одного человека. Официальный курс доллара на 13 августа 73 рубля и 57 копеек, доллар потерял 40 копеек. Евро 86 рублей 35 копеек, европейская валюта снизилась на 28 копеек. Нефть марки Brent 71 доллар и 37 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тамара Боровкова прививку от коронавируса сделала в начале лета. Перенесла ее легко, бессимптомно. Работает директором в детской библиотеке и должна быть защищена от вируса и не стать переносчиком болезни. За это время и поработать уже успела плодотворно и отдохнуть в удовольствие в отпуске. Я работаю в детском учреждении, и это, конечно, ответственность за безопасность и здоровье не только себя и своих близких, но и посетителей детских библиотек, потому что мы работаем в тесном контакте с особой категорией, с детьми. И, конечно, поэтому прилагаем максимум усилий, чтобы сделать это общение безопасным. Прививки сделали 80% сотрудников тольяттинских детских библиотек. Медики уверены, такой высокий показатель вакцинированных стал возможным благодаря отличной организации самого процесса и железной дисциплине сотрудников. А еще в Тольятти на предприятиях и в организациях первыми идут на укол, привлекая личным примером руководители. Среди них и директор культурно-досугового центра «Буревестник» Андрей Алексеев. Мы видели печальные ситуации с нашими партнерами нашей организации, с другими коллегами, которые очень тяжело переболели, даже с летальным исходом. Поэтому людей не пришлось очень сильно уговаривать. Все понимают эту ситуацию и все делают прививки. В Тольятти начинали и продолжают вакцинировать горожан спутником ВИИ. Сейчас поступает его облегченная версия «Спутник Лайт». Ковивак – тоже ходовой препарат. Так что желающие могут выбрать, чем укрепить свое здоровье. По словам медиков, все отечественные вакцины в равной степени безопасны и эффективны. Вакцинация важна для создания коллективного иммунитета. Для этого должно быть привито не менее 60% населения. Сейчас вакцинация набирает большие опороты. Вакцина поступает в достаточном количестве. Вакцинируются не только в поликлиниках, но и выездные вакцинации. У нас работают мобильные бригады. Коллективный иммунитет – задача номер один в Самарской области. Число заболевших растет. Тяжело болеют и молодые люди, и дети. Поэтому важно как можно быстрее обезопасить жителей губерния от инфекции. А прививка – самый действенный способ оградить человека от тяжелой болезни, осложнений и неприятных последствий, говорят медики. Еще нужно помнить о традиционных масках, социальной дистанции и личной гигиене. Врачи региона готовы к сотрудничеству и по заявкам от предприятий могут выезжать и проводить вакцинацию трудовых коллективов. Сергей Кизоркин. События. Активнее вакцинироваться жители региона призывают ведущие самарские врачи и министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Они рассказали, какие осложнения грозят людям с хроническими заболеваниями, которые перенесли коронавирус. Отложенный спрос и приостановка планового лечения – то, что произойдет в регионе в ближайшем будущем, если темпы роста заболеваемости коронавирусом не удастся остановить. Сейчас возобновлена диспансеризация. Она позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, когда их можно вылечить. Так диагностировано более 500 новых заболевших онкологией. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бинян. За 8 месяцев текущего года в регионе было построено две больницы в Самаре и Тольятти. Это два сверхсовременных ковидных госпиталя. На подходе еще две больницы по 100 коек. Но число заболевших растет, что вынуждает медиков приостанавливать плановую помощь пациентам и все силы направлять на борьбу с коронавирусом. Никакие темпы строительства не угонятся за темпами распространения инфекции. И клонировать медицинских работников мы тоже пока не научились. И в этом я обращаюсь к нашему населению. Чтобы мы могли помочь вам, помогите нам приостановить ее на уровне профилактики, на уровне сдерживания ее инфекции. Коронавирус бьет по больному, рассказывает Дмитрий Дупляков, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения региона. И в случае, если у человека имеются заболевания сердца, COVID-19 может привести к непоправимым последствиям. Вирус, он благодаря тем рецепторам, которые есть, и как он взаимодействует с клетками, он очень тесно взаимодействует с сосудистой стенкой. Не важно, какая артериальная или это венозная сосудистая стенка. Поэтому процесс, когда здоровый организм человека без коронавирусной инфекции у нас хорошая, такая эластичная сосудистая стенка без каких-либо признаков воспаления. Если возникает, проникает в организм коронавирус, то это воспаление на сосудистой стенке, это воспаление на атеросклеротических бляшках, это разрывы этих бляшек, инфаркты, инсульты. Опасен коронавирус и людям с сахарным диабетом. Заплевание новой коронавирусной инфекции приводит к тому, что наши пациенты с сахарным диабетом декомпенсируются. У них отмечается повышение уровня глюкозы крови. Очень часто те пациенты, которые проходят стационарное лечение в ковид-госпиталях, имеют глюкозу крови до 25 и выше миллимоль на литр. Что требует коррекции сахароснижающей терапии и перевода их на инсулинотерапию. Такие пациенты после выписки имеют некомпенсированный сахарный диабет, что требует помощи врача-эндокринолога и более интенсивной сахароснижающей терапии. Пациенты, переболевшие коронавирусом, сохраняют инсулинотерапию. Это требует дополнительно как инъекций, так и увеличения количества самоконтроля глюкозы крови и более частого наблюдения врача-эндокринолога. Но главным образом от коронавирусной инфекции страдают органы дыхания. Соответственно, коронавирус, мы уже знаем, поражает органы дыхания. Соответственно, самым грозным проявлением является пневмония. Соответственно, у людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания, будет гораздо тяжелее протекать это заболевание. Сделать прививку может любой желающий, если у него нет противопоказаний. Вакцинацию проводят как в мобильных прививочных пунктах возле торговых центров Самары и Тольятти, так и в круглосуточных кабинетах в 10-й, 4-й и 6-й больницах города. Виктория Шарая, События. Национализировать торговые сети и ввести монополию на востребованные товары. Известный российский политик Владимир Жириновский призвал подумать о продовольственной безопасности в стране. Подробности в сюжете. Две трети продовольствия в России – это продукция либо полностью иностранного производства, либо изготовленная из зарубежного сырья, либо сделанная на иностранном оборудовании, заявляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Крупные торговые сети и производственные сельхозпредприятия полностью или частично принадлежат транснациональным корпорациям со штаб-квартирами в Западной Европе или США, считает политик. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранцев. Все в заводовых руках. То есть небольшие налоги, они здесь платят, а основная прибыль уходит туда. Вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше, марка наша, а деньги туда. Это невыгодно как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности. В случае прекращения поставок, страна рискует остаться без продовольствия, уверен политик. Самые потребляемые продукты – алкоголь, табак и сахар. Сахар имеют в виду все экономические изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет – основной доход. ЛДПР предлагает национализировать все торговые сети, отдать основную долю в компаниях по производству продуктов российским гражданам и ввести государственную монополию на самые потребляемые товары. Светлана Кудрявцева, события. Далее коротко о других темах дня. В Самаре возбудили уголовное дело по факту продажи госнаграды. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Медаль за оборону Москвы, которая является государственной наградой СССР и запрещена к свободному обороту на территории страны, продали через интернет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В Жигулевске местного жителя обвиняют в заведомо ложном сообщении о преступлении. Молодой человек 96-го года рождения обратился в дежурную часть и сообщил, что двое мужчин нанесли ему телесные повреждения, отобрали телефон и тысячу рублей. Однако, как выяснило следствие, молодые люди повздорили, и один из них решил просто отомстить обидчикам, обвинив их в грабеже. Однако сам стал фигурантом уголовного дела за ложный донос. Ему грозит до двух лет тюрьмы. В Самаре полицейские пресекли сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В съемной квартире на Ташкентской обнаружили и изъяли 477 свертков с наркотиками. Это более 2,5 килограмм героина. Подозреваемый – уроженец соседней республики 92-го года рождения. Приехал в регион на заработки. По версии оперативников, намеревался сбыть вещество посредством закладок. Злоумышленника взяли под стражу. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Минздрав предложил повысить возраст для покупки крепкого алкоголя с 18 до 21 года. Новшество может вступить в силу 1 марта. Речь идет о продаже напитков с содержанием спирта более 16,5%. Согласно медицинским исследованиям, потребление спиртного небезопасно для развития головного мозга, который окончательно формируется к 21 году, поясняют в документе. В России наступил свадебный бум. Граждане на 40% чаще стали заключать браки, чем в аналогичный период в минувшем году. За первые 6 месяцев этого года поженились почти 368 тысяч пар. Наибольшее число свадебных регистраций зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!